здравствуйте дорогие друзья давайте проверим связь напишите пожалуйста в чат там цифру какой-то или плюсик если все в порядке меня видно и слышно и виден слайд видна презентация все отлично спасибо большое презентация тоже видна хорошо сегодня мы будем говорить о маркетинге в торговых центрах при этом данная информация она будет актуальна не только для торговых центров но в том числе и для горнолыжных курортов и и для парков то есть будет актуальная тема для всех таких неких пространств где размещаются предприниматели то есть торговый центр то есть по факту горнолыжный курорт это тоже какой-то некий как будто торговый центр которые объединены одной одним пространством и в котором размещаются предприниматели и в дальнейшем просто мы сейчас ведем переговоры в том числе и горнолыжными курортами и те методы и инструменты которые мы используем в торговом центре они также им подходят они также им интересны и они думают их внедрять но акцентируем свое внимание основное на торговых центрах и в конце мы еще проговорим об особенностях в парках и горнолыжных курортах что можно там тоже делать хорошо будем начинать зачем что помогает сделать в торговых центрах зачем мы об этом говорим в торговых центрах тоже сейчас поставлены задачи появляются задачи для того чтобы удерживать и оцифровывать и увеличивать поток посетителей потому что необходимо необходимо держать интерес посетителей вообще количество посетителей необходимо держать в своем торговом центре потому что если посетители в торговом центре будет достаточное количество их будет много то у арендодателей будут клиенты и соответственно они будут в дальнейшем платить вовремя аренду и оставаться в торговых центрах. Сегодня это тоже определенная проблема, то, что посетители уходят из торговых центров. Оно связано с тем, что в некоторые торговые центры съехали некоторые крупные арендаторы, связанные, например, если это в России, то это связано с санкциями, и, соответственно, поток посетителей падает. Поэтому торговые центры тоже необходимо заполнять площади, сдавать в аренду, и главное здесь задумываться над тем, чтобы у арендаторов были клиенты, и, соответственно, торговый центр тоже должен внедрять какие-то маркетинговые инструменты, чтобы у торгового центра всегда площади были заняты, и, соответственно, всегда были посетители, и тоже бизнес торгового центра, он развивался стабильно. Поэтому сегодня мы будем говорить о методах инструментов, которые позволяют увеличивать количество посетителей, сохранять количество посетителей, и, соответственно, стимулировать повторные продажи и налаживать коммуникацию с посетителями. Сегодня какие мы будем решать задачи в этом вебинаре, о чем мы будем говорить? О том, о методах, как я уже говорил, увеличения посещаемости торгового центра. Второе – это производная анализ аудитории. То есть для того, чтобы посетителей в торговом центре было больше, в дальнейшем мы должны понимать целевую аудиторию торгового центра и в дальнейшем с ней коммуницировать, в том числе, может быть, сегментированно. То, что ко всем, каждому клиенту, ну, встроить так называемые RFM-анализы и в дальнейшем общаться с каждым там сегментом отдельно. Третье – это рост покупателей. То есть необходимо выдерживать конкуренцию, и для того, чтобы ваш торговый центр, он был более интересен покупателям, и они его посещали чаще. В методах бесплатной коммуникации напрямую с покупателями, и получение отзывов, и другие задачи. То есть все эти задачи, они уже являются некоторыми производными самых главных задач. Это увеличение количества посетителей и увеличение частоты их покупок именно в этом торговом центре. Поэтому все остальное уже такие подзадачи, что необходимо сделать, для того, чтобы самые главные задачи у нас решались. То есть там коммуникации с посетителями, анализ аудитории и так далее. Как это работает? Сразу переходим к делу. Необходимо в первую очередь в торговом центре внедрить программу лояльности. Вообще программа лояльности нужна каждому бизнесу, и торговый центр в этом случае не исключение. Тоже необходимо внедрять программу лояльности, потому что это выражение программы лояльности, она как раз и отвечает на вопрос, как удерживать посетителей, как оцифровывать посетителей и вынимать аудиторию. И в дальнейшем влиять на нее увеличением повторных покупок и так далее. Коммуникации с ней. То есть первая карточка, сейчас будем в частности говорить про UDS, карточка компании появляется в мобильном приложении UDS. То есть мы это все делаем с помощью инструментов UDS. Появляется в мобильном приложении карточка компании. У мобильного приложения UDS уже есть аудитория. Это в этом есть определенное преимущество. То, что когда мобильное приложение торговый центр разрабатывает самостоятельно, то его нужно еще продвигать. Необходимо его рекламировать, рассказывать его аудитории, посетителям и так далее. И там множество других задач. Я уже не говорю про технические задачи, что мобильное приложение надо содержать, обновлять, за сервера платить и так далее. Просто маркетинговая задача о том, что его надо продвигать. А какое-либо новое приложение посетители не очень охотно скачивают. Особенно, как мы видели на опыте, люди не любят скачивать приложение какого-то одного конкретного бизнеса. Например, кофейня. В том числе сюда относятся и в торговый центр. Потому что люди не понимают, когда я повторно туда приду и буду ли я в дальнейшем пользоваться этим приложением. Люди легче скачивают агрегаторы. Потому что в агрегаторах много компаний, в UDS много компаний. И я пользуюсь приложением в кофейне, пользуюсь приложением в парикмахерской, в автомойке. И, соответственно, буду им пользоваться и в торговом центре. Поэтому тут первый момент от того, что в торговом центре нужно быть в агрегаторе. И потому что люди уже есть там. И, соответственно, у них перед торговым центром не будет стоять задача на скачивание приложения. Потому что у многих людей оно уже будет стоять. То есть либо приложение клиент чаще всего, либо он уже знает, там количество скачиваний более 37 миллионов, либо он может скачать приложение, увидев какую-то рекламу в торговом центре. Например, как это делается сегодня на тех торговых центрах, с которыми мы работаем. Это размещается в флэера. Например, такие ставятся таблотенты в магазинах у арендаторов. То есть клиент приходит, совершает покупку, и он около кассы видит таблотент, где написано, ты с каждой покупки можешь получать большее. Скачай приложение UDS и сосканируй QR-код с чека. Ну, о механике мы еще будем подробно говорить. Это в том числе наклейки хорошо работают в туалетах, как бы это ни казалось там странным, а в туалетах либо над писсуарами обклеивают, либо на дверцах туалетов обклеивают тоже наклейки. При этом важно заметить о том, что это самая просматриваемая реклама, потому что в писсуаре больше некуда смотреть, кроме как на стену. Ну, тут впереди всегда что-то видишь. Поэтому тут становится задача брендирования о том, что в торговом центре должны появляться площади рекламы, а приложение, что его можно скачать. Но UDS, к счастью, он уже на слуху, поэтому люди, как увидят UDS, у них высокая конверсия скачивания. Клиенты сканируют чеки и становятся участниками бонус-программы. Так, первая задача в торговом центре – это размещение торгового центра в агрегаторе. И второе – брендирование в торговом центре. У арендаторов установка толпотентов, наклейки в туалетах, можно поставить рулапы, либо если есть экраны в торговом центре, также на экранах крутить информацию, что у торгового центра есть программа лояльности. Можно скачивать приложение, сканировать чеки и получать бонусы, и, соответственно, в дальнейшем, ну, тем самым клиент попадает в клиентскую базу. А у клиентов копится бонус. Давайте подробно обсудим эту механику. Первый момент – как это все работает. Я прихожу в торговый центр. Вот, например, в торговый центр «Виктория Плаза». Это настоящий торговый центр. Он находится в Рязани. Он использует данную механику, то есть он работает с UDS. Я прихожу в «Викторию Плазу», захожу в любой магазин. В магазинах у арендаторов не нужно делать никаких технических настроек. То есть арендаторы как жили до этого, так и живут. У них вообще ничего не нужно делать, ни в кассах настраивать, ничего не нужно делать. Я захожу в «Викторию Плазу», захожу в любой магазин. Это может быть сетевой магазин, федеральный магазин, там, например, «Пятерочка», «Магнит», без разницы. Я захожу в этот торговый центр, совершаю покупку, и, соответственно, у меня есть на руках чек. На каждом чеке есть QR-код, потому что это закон, потому что каждая оплата проходит через онлайн-кассу, и, соответственно, на каждом чеке есть QR-код. Вы можете заметить, что если у вас рядом есть какой-то чек, либо в кармане, вы можете его раскрыть, и, вероятнее всего, на нем будет QR-код. Я сканирую этот QR-код, то есть скачиваю приложение, сканирую этот QR-код, и мне система автоматически определяет, что эта покупка была совершена именно в этом торговом центре. То есть, если, например, есть магазины «Пятерочка», их много может быть по городу, есть магазин «Пятерочка», например, в торговом центре, а есть где-нибудь на другой улице, система определит, что покупка была совершена именно в той «Пятерочке», которая размещена именно в этом торговом центре. То есть система определяет, что покупка была совершена в магазине этого торгового центра, смотрит на сумму покупки, например, на тысячу рублей, и начисляет бонусы. Например, 10% начисляет 100 бонусов. Еще раз повторю о том, что я прихожу в торговый центр, совершаю покупку, есть чек на руках, с помощью приложения я сканирую чек, и мне начисляются автоматически баллы. Все. Вот так решается вопрос накопления бонусов. Когда я это все проделал, скачал приложение, либо сканировал код, я сразу автоматически попадаю в клиентскую базу данного торгового центра. Имя, фамилия, дата рождения, номер телефона, e-mail. Эту информацию начинает обладать торговый центр для того, чтобы в дальнейшем со мной общаться, коммуницировать, строить статистику, аналитику, смотреть целевую аудиторию. На что Евгений уже опережает мое выступление. Первое, я рассказал о том, как накапливаются бонусы. Евгений задал уже вопрос о том, а как их тратить, на что можно их тратить. В принципе, тратить их можно на все, что угодно, что решит торговый центр. Это программа лояльности торгового центра. И торговый центр может придумать различные способы траты этих бонусов. Например, с нами уже работает 4 торгового центра, подключаются уже новые торговые центры. И у некоторых торговых центров есть механика траты бонусов, то, что они могут их тратить на билеты на конкурсы. То есть торговые центры периодично устраивают какие-то розыгрыши, устраивают какие-то конкурсы. Например, торговый центр говорит о том, что больше совершай покупок в нашем торговом центре и, соответственно, выигрывает там робот-пылесос, мультиварку, стиральную машину, автомобиль, может быть, даже. То есть клиент копит бонусы, на бонусы он меняет на билеты на конкурс, на розыгрыш. И чем больше билетов, тем выше шанс того, что я как клиент что-либо выиграю. Либо торговый центр может договориться с арендаторами. Это очень легко делается. Каждому арендатору нужны новые клиенты. Мы приходим к арендатору, говорим, слушай, тебе нужны новые клиенты? Он говорит, да. А ты можешь выпустить какие-то сертификаты, например, на 300 рублей скидки, на 400 рублей скидки. И мы эти сертификаты будем менять на бонусы наших клиентов, которые они накопили. Арендаторы довольно охотно соглашаются. Вот, например, на этой картинке, как на этом слайде, здесь есть сертификат магазина Benetton. Он отдается за 350 бонусов и сертификат, насколько я помню, также на 350 рублей. То есть клиенты обменивают на этот сертификат и идут в магазин Benetton. Benetton хорошо, магазину хорошо, что к нему пришли новые клиенты. Торговому центру хорошо, что он реализовывает бонусы. Третий пример. Можно реализовывать бонусы на фудкортах. Прийти в фудкорт, сказать, хотите, чтобы к вам клиенты снизу, например, с первого этажа поднимались на третий. Вам нужны новые клиенты? Фудкорт говорит, да. Тогда давайте мы позволим клиентам до 15% отчета или до 20% отчета тратить бонусы у вас на фудкорте. Ну и фудкорт, я думаю, если они думают о новых клиентах, им нужны новые клиенты, то они охотно соглашаются, потому что им тоже хорошо. Получается вин-вин. Торговому центру хорошо он реализовывает бонусы, а фудкорту хорошо он получает себе новых клиентов. То есть вот этих способов, их можно придумать множество. Вот все, что придумает торговый центр, можно реализовывать таким образом бонусы. Это всего лишь были как тройка идей, то, чем сейчас пользуются наши текущие предприниматели, наши текущие торговые центры, которые работают вместе с UDS. Так, теперь, да, вы можете сразу по ходу писать вопросы здесь в чате, я, может быть, по ходу сразу буду отвечать на них. И вот Евгений здесь пишет, Евгений пишет о том, что, а если чеки в электронном виде в магазине, как они будут поступать в базу ТЦ? Уточните, пожалуйста, вопрос, то есть в электронном чеке, то есть если чек пришел на e-mail, если я правильно понял вопрос, если чек пришел на e-mail, то у чека, который пришел на e-mail, также есть QR-код. И его также можно сосканировать с помощью приложения и накопить от этого бонусы. Но обычно в торговых центрах, внутри торговых центров, покупка же совершается офлайн, то есть я вживую совершаю покупку. Это же не интернет-магазин, поэтому там чек обычно печатается бумажно. Ну и в том числе с электронных чеков, там такая же механика, там тоже можно все это сканировать, там тот же самый QR-код, можно отсканировать и копить бонусы. То есть копим бонусы, здесь я подрезюмирую, копим бонусы мы за счет того, что мы ходим в магазины, совершаем больше покупок и у меня копятся бонусы. При этом торговый центр может там раздавать, я уже, там есть у нас механики, когда торговый центр, я совершаю покупку в торговом центре, сосканировал чек, прошла операция, мне накопились бонусы и автоматически может прийти электронный сертификат на получение скидки 500 рублей в каком-то магазине, который находится в этом торговом центре. То есть вот такие механики, они также доступны. Просто эти механики, они как бы в UDS известны, то есть когда мы внедряем UDS в обычный бизнес, я имею в виду там в копейни, в магазин одежды и так далее, они используют эти механики. Так вот я вам сообщу о том, что эти же механики, они также доступны в торговых центрах. То есть весь функционал UDS, он также работает в том числе в торговых центрах. То есть можно делать кросс-маркетинг, можно дозагружать от покупки сертификатами и тем самым можно, кстати, делать конкурс, например, акцию. Если ты в торговом центре совершишь покупку на 2000 рублей, то ты получишь сертификат на 500 рублей от какого-нибудь спа-центра и так далее. То есть это кросс-маркетинг. Торговый центр мотивирует клиентов, чтобы они покупали на больший чек и, соответственно, получает подарок от спа-центра, а спа-центру хорошо для него это новый клиент. То есть вот такие механики, они также автоматически работают, их можно настраивать и они абсолютно доступны. Идем дальше. Коммуникация с покупателями. То есть когда клиент сосканировал чек, скачал приложение, сосканировал чек или он просто увидел QR-код в торговом центре, перешел по QR-коду и он сразу попал, сразу попадает в клиентскую базу торгового центра. Зачем нужна клиентская база? Все как обычно. Она нужна для коммуникации с покупателями. То есть клиенту можно отправлять пуш-уведомления, можно отправлять пуш-уведомления сегментированные, например, только женщинам, только мужчинам, только такого-то возраста. Все это доступно. То есть формируется CRM-система, с которой можно в дальнейшем работать над увеличением частоты покупок и над увеличением среднего чека по той механике, как, например, я рассказал ранее. При этом, что интересно и что важно, когда клиент совершает покупку, например, в каком-то магазине, например, сосканировал чек, он после покупки сразу оценивает качество обслуживания. То есть выходит такое окошко, как в приложениях такси, оцените обслуживание, и клиент ставит оценку, 3 звезды, 2 звезды, 5 звезд. Эта обратная связь, она не публичная. Ее видят только торговый центр. И торговый центр в дальнейшем видит, что, например, в магазине таком-то хорошее обслуживание, там только пятерки, а в этом магазине плохое обслуживание. Это важный момент тому, чтобы понимать, как арендаторы обслуживают, какой у них сервис. И в дальнейшем, если вы видите, что сервис довольно плохой у арендатора, то к нему можно подойти и сказать, слушай, я вижу обратную связь о твоем магазине. Вот, пожалуйста, данные, они совершенно объективные от твоих клиентов. Давай что-то поменяем, потому что качество обслуживания у арендаторов влияет на репутацию всего торгового центра, влияет на общее впечатление всего торгового центра. То есть если клиент будет недоволен в каком-то магазине, он может быть вообще в дальнейшем перестанет ходить в весь торговый центр. Это нужно понимать. Поэтому также следим за сервисом и помогаем арендаторам в улучшении сервиса. Это, кстати, идеология того, что наконец-то торговый центр и арендаторы, они как бы садятся в одну команду, садятся в одну лодку, становятся командой, действительно. Потому что раньше у торгового центра, у арендаторов были построены отношения следующие. Ты плати аренду, мне как бы вообще по барабану, как у тебя там дела. Главное, плати вовремя аренду и больше с тебя ничего не нужно. То сегодня такая стратегия, она не подойдет. Потому что если такая стратегия будет происходить, то у арендаторов не будет посетителей. Торгового центра вообще по барабану и, соответственно, количество посетителей падает. У арендаторов становится все меньше клиентов. Все меньше клиентов, арендаторов, арендаторы не зарабатывают. И, соответственно, они в дальнейшем съезжают с этой площади. И у торгового центра появляются проблемы. Все логично. Все строится, все с друг другом взаимосвязано. Поэтому сегодня торговый центр с арендаторами, они должны становиться одной командой и вместе работать над впечатлением посетителей, над коммуникацией с посетителями. То есть над маркетингом вообще вместе должны работать. То есть торговый центр также должен быть обеспокоен, а как у меня дела в торговом центре и как дела у арендаторов. Поэтому обратная связь собирать ее и в дальнейшем давать ее арендаторам – это совершенно классная штука. При этом, если уж так говорить, можно ее и монетизировать. Например, торговый центр собирает много обратной связи, и она может подойти к арендаторам и сказать, у нас есть база обратной связи отзывов от твоих клиентов. Это совершенно объективно. Они собраны, как прям в приложении Яндекс.Такси, условно говоря, собирает. То есть это обратная связь с высокой конверсией, и она правдивая. И хочешь, я с тобой ею поделюсь, это стоит таких-то денег. В принципе, такое тоже доступно, совершенно нормально, то, что торговый центр может у арендаторов как бы монетизировать свои знания, монетизировать свою информацию. Теперь, копится клиентская база. Есть статистика, аналитика, наконец-то торговый центр начинает понимать, кто в действительности к нему ходит. И это не просто на словах, потому что почему это очень важно. Еще важный момент. Сегодня арендаторы, то есть бизнесы, предприниматели, они ищут, где арендовать им площадь. И это становится неким УТП, уникальным предложением торгового центра. Что торговый центр может предложить не просто квадратные метры, а может предложить статистику, аналитику и уже прогнозировать какой-то результат предпринимательства. То есть показывать, смотри, у меня есть клиентская база, там уже собрано более 100 тысяч человек. Вот это мужчины, такой-то возраст, там женщины. Вот такая целевая аудитория. Как раз эта целевая аудитория подходит к тебе, к твоему бизнесу. Поэтому возьми площадь в аренду именно у меня в торговом центре, а не в каком-то другом. Потому что если прийти в другой торговый центр, что они могут сказать? Они могут сказать, ну у нас много людей ходят. А как это проверят? А кто эти люди? А сколько их? А есть клиентская база у торгового центра, которая действительно это доказывает? Сегодня в торговых центрах обычно такой аналитики, статистики нет. И предприниматели, понятно, они уже выбирают. Они имеют право выбирать, потому что квадратные метры в городе снять вариантов много. А в этом торговом центре можно сказать, что смотри, вот есть клиентская база. Если ты площадь возьмешь у меня, я всем отправлю пуш-уведомление, что у нас появился новый магазин, и у тебя уже появятся клиенты. То есть уже результат, можно сказать, ну как бы прогнозируем, что ты в моем торговом центре, у тебя будут клиенты, я им отправлю пушку, они станут твоими клиентами. И ты уже получишь свою первую прибыль, уже получишь первых постоянных клиентов. И я думаю, что это звучит гораздо круче, чем просто квадратные метры. Потому что квадратные метры предлагают все, но кроме квадратных метров они ничего больше не предлагают. А в данном торговом центре уже будет и готовый сразу маркетинг, и это гораздо круче. Сегодня арендаторы выбирают, поэтому надо выделяться. Так как есть CRM-система, там в дальнейшем можно отправлять пуш-уведомления, сегментировать клиентов, поздравлять их с днем рождения, то есть автоматическое поздравление с днем рождения, поздравлять с праздниками, отправлять какие-то там бонусы, подарки. Можно отвечать, писать сообщения клиенту, то есть они, например, могут что-то спрашивать у торгового центра. Видеть оценки и отзывы, и видеть их по арендаторам, кто как обслуживает. В дальнейшем можно в том числе пуш-уведомления монетизировать, то есть клиентская база у торгового центра собирается, например, там много людей, более 100 тысяч человек, и в торговый центр можно сказать арендаторам, ребята, вы хотите крутую рекламу? Прямо всем в личку будет там отправлено сообщение, пуш-уведомление будет отправлено всем клиентам торгового центра. Я думаю, многие согласятся. И вот такое уведомление, например, стоит такая реклама, стоит 30 тысяч рублей. И мы видели такие случаи, что действительно арендатор совершенно спокойно покупает за 30 тысяч рублей, и от торгового центра это ничего не стоит. Они просто берут и отправляют всем пуш-уведомление, что смотрите, вот такой магазин классный, в нем появилась новая коллекция, приходите. То есть для торгового центра это еще дополнительный способ зарабатывать, то есть зарабатывать не просто, ну как бы не только на арендных площадях, но и в том числе и зарабатывать на том, что у торгового центра теперь появляется ресурс, появляется клиентская база, которую можно монетизировать. А клиентская база это самый крутой актив, его всегда можно превращать в деньги, условно говоря, пуш-уведомление отправлять и так далее. Пуш-уведомление, Алина спрашивает, пуш-уведомление отдельно оплачивается или это уже входит в стоимость приложения? Это уже входит в стоимость приложения, то есть это такой базовый функционал, он уже входит в пакет. Продолжаем. Сколько это все стоит? Мы подготовили готовое предложение для торгового центра, ничего разрабатывать не нужно, все уже готово, быстрый запуск, то есть уже готовая схема. У нас уже есть торговые центры, которые работают с UDS, то есть это конкретно готовый продукт для торгового центра. Он стоит 76 тысяч рублей, ну там 76-320 рублей, как здесь написано на слайде. Это покупка лицензии, ее купить надо один раз в жизни. То есть покупили лицензию, все, вы купили для себя софт. В дальнейшем он стоит абонентской платы. Есть абонентская плата, она стоит 2400 рублей в месяц. То есть каждый месяц надо оплатить 2400 рублей в месяц, либо можно сразу за год заплатить. Там есть скидка 2 месяца, там 24 тысячи рублей в год. То есть надо оплатить абонентскую плату. И еще к абонентской плате добавляется еще один ежемесячный платеж. Это за сканирование чеков. То есть вот этот сервис, он называется онлайн сканирование чеков. Это отдельный сервис, мы с ним интегрированы, UDS интегрирован с этим сервисом. Это сервис, который позволяет бегать в ОФД, делать запросы в ОФД, возвращать ответ, что действительно чек настоящий и так далее. И вот этот сервис, он оплачивается отдельно. И он стоит 2000 рублей в месяц. То есть в сумме, то есть один раз купили лицензию 76 тысяч рублей, и абонентская плата будет 4-400 рублей в месяц. Обычно вот этого тарифа за 2000 рублей в месяц онлайн сканирование чеков, его достаточно. То есть на текущий момент 4 торговых центра, которые с нами работают, они умещаются в этот тариф. Если в дальнейшем активность будет расти, то можно перейти на другой тариф. И здесь в этой таблице показано, что, например, 200 запросов в сутки обрабатывает, это будет уже 4000 рублей в месяц. И так далее, побольше и побольше. То есть, в принципе, 4-400 рублей в месяц и один раз купить лицензию. Я думаю, если есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите их в чате, я буду на них отвечать. Пуш-уведомление, весь тот функционал, о котором я рассказал, он все в эти деньги входит. То есть это все входит в базовый пакет. Итог, о чем мы сегодня говорили. UDS позволяет делать в торговых центрах маркетинг. То есть внедряет диджитал инструменты по работе с посетителями для того, чтобы увеличивался трафик посетителей, для того, чтобы сохранялся трафик посетителей. Ну и в дальнейшем позволяет эти инструменты зарабатывать торговым центром больше. Это, например, отправлять пуш-уведомление о своих арендаторах в виде рекламы, эту рекламу продавать. Это уже готовое решение. Механика готовая. Есть у нас уже предпринимательные торговые центры, которые с этим работают. Статистика, аналитика. Наконец-то торговый центр начинает понимать, кто их аудитория, и в дальнейшем понимать, как строить маркетинговую стратегию. Какой процент участников UDS от общего трафика ТЦ? Здесь надо необходимо спросить каждый торговый центр в отдельности. То есть у нас есть торговый центр Виктория Плаза, ЦУМ, НИТИ-2 и Ураса Мол, Якутия. При этом они в разных городах. Понятно, что у каждого торгового центра своя аудитория, и, соответственно, разный будет трафик. При этом ответом на этот вопрос, какой процент участников UDS от общего трафика ТЦ, ответ будет зависеть от того, как торговый центр работает с аудиторией. Ну, например, давайте возьмем две утрированные разные позиции. Один торговый центр никакие наклейки не клеит. Нигде я не могу познакомиться с информацией того, что в этом торговом центре работает приложение, что я могу скачать приложение, копить бонусы, получать за это подарки. Там, участвовать в конкурсах, розыгрышах. Понятно, что в этом торговом центре будет почти что нулевая аудитория с приложением, я имею в виду, с приложением UDS. И возьмем другой торговый центр. У нас уже есть прекрасный пример Виктория Плаза. И у них везде брендирование. У них на экранах крутится информация. Они делают конкурсы. У арендаторов стоят такие толпотенты, там наклеечки и так далее. Арендаторы уже и сами в эту историю вовлеклись. И они сами уже говорят своим клиентам, слушайте, а скачайте приложение, там сканируйте чек, и вам будет еще подарочек. И вам будет, там сертификат еще придет. И вам будут бонусы. И вы можете их поменять там на билеты, на розыгрыш. И так далее. Понятно, что в нем будет круто. И там будет вообще там классная аудитория. Я думаю, там будет более 50% аудитории уже с приложением. И в перспективе, может быть, и почти что-то там, 100%, условно говоря, аудитория с приложением. Поэтому все тут зависит. Это инструмент. И с ним надо работать. И результат зависит от того, как с ним работать. То есть работать эффективно и будет, соответственно, классный результат. Если работать неэффективно, то ничего не будет. Тут как бы никакого волшебства здесь в этом нет. Поэтому на это стоит обращать внимание, что это определенная работа по тому, чтобы оповещать клиентам о скачивании приложения. Ну и его использовании. Потому что у многих есть приложения, но они, например, могут не знать, что в вашем торговом центре эта вся история работает. Поэтому он должен зайти и посмотреть. Ага, здесь работает UDS. И, соответственно, я могу там сосканировать чек. И, соответственно, он берет и сканирует чек. Часто мне задают вопрос о том, что надо ли это как-то сообщать арендаторам. Ну, например, недавно общались с торговым центром. И он говорит, ну, мне надо посоветоваться с арендаторами. Этого не нужно делать. Я даже рекомендую вам этого не делать. Потому что арендаторы все равно эту тему не поймут вначале. У арендаторов свой интерес. Они думают только о себе. Они, во-первых, вас послушают, скажут, ой, что-то фигню какую-то придумали. Нам ничего не надо. И так далее. Ну, то есть, потому что надо понимать. У арендаторов не всегда должная компетенция о том, зачем это все нужно. Некоторые вообще это встретят в такую историю в первый раз. И, понятно, будут вас не понимать. Или будут отмалчиваться. Либо будут говорить, да ладно, не надо ничего вообще менять. Ну, как-то работаем как работаем. Ну, вы сами понимаете, все люди по этому реакцию получат соответствующие, когда начнете ходить и со всеми советоваться. И тем более, у арендаторов это никаким образом не касается. Эта механика работает чисто в торговом центре. То есть, у арендаторов не нужно делать каких-либо технических изменений, настроек и так далее. Утрированно говоря, арендаторы могут даже быть не в курсе, что такая тема работает. Потому что это все работает без арендаторов. И когда они увидят, что это уже внедряется, когда они увидят, что это уже работает, и люди берут чек этого арендатора, что-то там сканируют, и у них копятся бонусы, и сами продавцы увидят, что это работает, они и сами в дальнейшем вовлекутся в эту работу. Это я вам рассказываю на реальном примере, в том числе Виктория Плаза. Понятно, что у них арендаторы в первое время вообще не втыкали, что это такое, как это работает и вообще зачем это нужно. На сегодняшний день, после уже определенной работы Виктория Плаза, арендаторы уже сами просят клиентов скачать приложение, сами уже вовлеклись в этот процесс, дают им чеки, говорят, не забывайте сканировать и так далее. Понятно, что вначале арендаторы обычно такую историю не понимают, и не нужно с ними советоваться, эти советы вам не дадут никакого толку. Где сканируется чек в ТЦ? Наталья немножко опоздала, и она говорит, где сканируется чек в ТЦ? То есть я еще раз проговорю по быстрому механику, я прихожу в торговый центр, совершаю покупку в торговом центре, у меня в чеке есть QR-код. Этот QR-код есть на каждом чеке, по закону он там появляется, я беру приложение UDS, сканирую этот QR-код и, соответственно, мне копятся бонусы. Но в дальнейшем можно будет вот этот эфир, он будет в записи, будет размещен на наших официальных каналах, и вы сможете его повторно посмотреть, если вдруг опоздали на этот эфир. Хорошо, в принципе, я завершаю. Вот в качестве примера можете скачать приложение UDS и сосканировать вот этот QR-код. Или просто взять там, если у вас не скачано приложение, то можете сразу сканировать этот QR-код, присоединиться в бонусную программу Victoria Plaza и в дальнейшем посмотреть, как у них настроена страничка и как это работает. Если вы находитесь в Рязани, то сможете посетить Victoria Plaza и в дальнейшем прям посмотреть вживую, как это работает. Так, вопрос. В торговых центрах, где уже есть UDS, участвуют ли продуктовые гипермаркеты, где количество чеков 3 тысячи, и есть ли ограничения по сумме, нужно ли вообще подключать продуктовые гиперы? Торговый центр сам решает, кто в его бонусной программе участвует. То есть можно сделать так, что, например, торговый центр нам говорит, а я не хочу, чтобы люди сканировали чеки магнита, например, вот у нас есть там в торговом центре магазин магнит, вот я не хочу, чтобы там люди сканировали чеки и копили бонусы торгового центра. Это настраиваемая история, и можно сделать так, что магнит в этой истории не участвует. А можно сделать так, что он участвует. То есть гиперы можно как подключать, так и не подключать в этой схеме. Я рекомендую подключать, потому что у гиперов огромная аудитория, и это классно для торгового центра, что они себе в базу сразу получают много людей. Я считаю, чем больше людей, тем лучше. Альбина, надеюсь, ответила на вопрос. Вот, можете сканировать чек. Все, сосканировали. Идем дальше. Пользуясь случаем, у нас пройдет крутое маркетинговое мероприятие. Мы также будем там участвовать. Будут там наши эксперты, и будут другие эксперты, которые будут говорить на тему маркетинга. То есть мы собираем большое сообщество предпринимателей из разных сфер, где мы вместе будем штурмить, где эксперты будут делиться своим опытом о сегодняшнем маркетинге, о современном маркетинге, об актуальном маркетинге. Это мероприятие называется YouCamp. То есть такая идеология «Твой кэмп», «Твое сообщество». И, соответственно, там будем говорить о маркетинге, будем говорить в том числе о диджитал-маркетинге. Там будут такие спикеры, как Илья Балахнин. Это такой известный спикер в мире предпринимательства. Там будет и Александр Белгороков. Там будут и нишевые эксперты. Нишевые эксперты имеются в виду, которые работают чисто с ресторанами, только с салонами красоты, только с медицинскими клиниками. Там будет много классных спикеров, поэтому сканируйте QR-код, покупайте билеты, они заканчиваются, потому что площадка вмещает в себя только 400 человек. Вчера уже был запуск, был запуск уже билетов там два дня назад, уже большое количество билетов купили, поэтому площадка, ну, билеты быстро расходятся. Это крупные мероприятия, оно будет проходить в Сочи. Ну, и к тому же в Сочи вообще классно находиться, я думаю. Те, кто особенно там живут в городах, в которых у нас довольно большое количество времени зима, кто соскучится по лету, можно 11-12 апреля совместить приятное с полезным и как бы быстрее получить лето. В апреле там уже будет жарко, там, я думаю, будет там 20 градусов, может, и больше. Ну, и к тому же будет классное сообщество и будет классный контент. Поэтому переходите по QR-коду. Если вдруг сомневаетесь в том, сможете вы быть в Сочи или не сможете быть в Сочи, купите хотя бы онлайн-билет. То есть это онлайн-участие на этом мероприятии. Там будет профессиональная съемка, онлайн-трансляция, классная камера будет, то есть будет хорошая, качественная онлайн-трансляция. Купите билет на онлайн. При этом, если вдруг у вас получается посетить, ну, то есть такие 11-12 апреля, все хорошо, звезды сошлись, что вы можете слетать в Сочи. То вы можете свой онлайн-билет доплатить и сделать его оффлайн-билетом. То есть билетом с посещением, с доплатой. Просто доплатите и уже приедете вживую. Но надо здесь учитывать момент, что если вдруг будет этот билет останется хотя бы в наличии, один билет хотя бы останется в наличии для посещения вживую. Поэтому, если сомневаетесь, берите онлайн и потом его можете апгрейдить до оффлайна. А если уже знаете точно, что вы туда приедете, в принципе, создайте намерение, купите билет, тогда точно будете. Мир обычно так работает, что не знаю, буду я там, не буду. Купил билет и точно буду. Хорошо. Так, теперь готов ответить на вопросы. Пожалуйста, пишите их в чат, я буду по каждому вопросу проходить. Так, сейчас отмотаю чат. Альбина ответила на вопрос, что касается гиперов. Если в торговых центрах у арендаторов есть уже своя система лояльности, ничего не противоречит. Я пришел к арендатору. Бывает такое, что у арендаторов даже стоит UDS. То есть у торгового центра стоит UDS и у арендатора конкретно стоит UDS. И они спокойно два работают. То есть я прихожу в магазин, у них своя программа лояльности. Я там говорю им номер телефона, либо там даю дисконтную карту. Ну, в зависимости от того, что там у конкретного магазина настроено. Коплю бонусы дарного магазина. Например, магазин пятерочка. У меня печатается чек. И я еще сканирую чек и получаю бонусы торгового центра. То есть у меня получается такое два в одном. Я и бонусы этого магазина копил. Пятерочка, например. У него есть своя программа лояльности. И я коплю бонусы торгового центра. Все в порядке работает. Это можно подключить... Можно ли подключить обычный магазин к... Можно... Ну, UDS в том числе можно подключать и к обычному магазину. Если я правильно понял вопрос. Привязка идет как-то к конкретному магазину. Да, привязка. Ну, то есть в системе мы настраиваем так, что, например, вот как я говорил в начале про пример там с магнитом. Вот есть магнит в торговом центре, а есть еще магниты по городу раскиданы. И когда я прихожу в торговом центре и совершаю покупку именно в этом магните внутри торгового центра, то система определяет, что покупка была совершена именно здесь. И я могу сосканировать этот чек и накопить бонусы. Если я пойду на улицу и там куплю в магните и буду пытаться сканировать чек, то бонусы торгового центра мне копиться не будут. То есть мы научились настраивать, что мы определяем однозначно и точно, что покупка совершена в магазине именно этого торгового центра. При этом внутри магазинов никакие технические настройки делать не нужно. То есть это мы все сделали по схеме сканирования чеков, по схеме некого общения с ОФД. То есть там от UDS уходит запрос в ОФД. В ОФД идет проверка, что магазин действительно находится в этом торговом центре. И исходя из суммы счета уже начисляются бонусы. Так, Данила задает вопрос. У нас 130 арендаторов. Хотим такую систему, что ты получишь. Будет прямо в приложении отдельная страница и лояльность будет именно к центру, а не у UDS, который есть в CC, акцент именно на привязке к конкретному TC. Я так понял, вы будете делать свое мобильное приложение. Ну, в принципе, можете делать свое мобильное приложение. Но просто посмотрите, чтобы было объективно, мы с мобильными приложениями работаем более 8 лет. И чтобы было объективно, посмотрите мобильные приложения тех торговых центров, которые уже сделали. Например, Казан Мол. Вот я живу в Казани, у нас есть мобильное приложение, называется Казан Мол. Есть другие мобильные приложения. И попробуйте изучить, пользуются ли этими мобильными приложениями люди. И вы, может, будете неприятно удивлены, что этими мобильными приложениями никто не пользуется и их очень быстро удаляет. Потому что, ну, я уже в начале отчасти сказал причины. Первое, люди не хотят держать приложение конкретного бизнеса, даже если это торговый центр. И обычно торговый центр в дальнейшем опаздывает в обновлениях. Бывает, что приложение часто отваливается и не работает. Вы должны, ну, держать у себя штат разработчиков, всегда им платить деньги, немалые деньги для того, чтобы приложение было актуально с точки зрения технической работы. Ну, там, сервера, обновления, изменения стекотехнологий и так далее. И второе, и маркетинговых обновлений. То есть, вам всегда нужно больше функционала и маркетинга. Не знаю, там, например, пуш-овдомления, поздравления с днем рождения, RFM-анализ, там, кросс-маркетинг, раздача сертификатов ваших арендаторов, чтобы это все происходило автоматически. То есть, вы пойдете путем создания своего велосипеда. Ну, я думаю, вы догадываетесь обычно, к чему это приводит. Я топлю за то, чтобы брать готовое решение. Ну, например, если мы возьмем какой-то частности бизнес, у бизнеса, например, у кофеин часто стоит там AirKeeper, Айка. Это то же самое, что делать свое AirKeeper и Айка. А можно взять готовое решение, которое круто работает, которое давно протестировано 100-500 миллионов раз на других предпринимателей, и люди про него знают. Ну, в случае UDS уже есть аудитория, и людям даже не надо будет что-то скачивать. Они уже будут с приложением UDS. Но если вы хотите идти таким путем, то вы должны для себя понимать, что это история про большие затраты. Вам нужно будет их отбивать, потому что зачем бизнес тратит деньги, чтобы зарабатывать больше. И одно дело – потратить 70 тысяч рублей, и как бы отбить 70 тысяч рублей, и совершенно другая история – потратить 3 миллиона рублей, и потом отбивать эти 3 миллиона рублей, повышенной прибылью. То есть надо повышать прибыль, чтобы все деньги отбивать. Поэтому, ну, решать здесь вам. Все-таки, ну, моя пропаганда, идеология больше про то, чтобы брать готовые решения, которые ребята уже давно сделали, и они точно знают, как это работает, и как это работает именно с людьми, с клиентами. Ну, каждый решает, безусловно, сам. Хорошо. Подскажите, у меня ресторанный боулинг, данная система будет работать? Ирина, да, данная система будет работать. Вы можете взять две отдельные лицензии, отдельный ресторан, отдельный боулинг. Будет там отдельно сюда аудитория, отдельно сюда. А можете сразу и на то, и то взять одну лицензию. То есть ресторанный боулинг, будут копиться бонусы, и люди будут тратить или на боулинг, или ресторан. Но здесь опять вам решать. Торговый центр видит оборот арендатора после сканирования, или только получает суммы и данные клиента. Ну, то есть торговый центр видит те покупки, он не видит, что именно было куплено, это тоже важный момент. Он видит всего лишь суммы покупки тех арендаторов, которые, ну, как бы, как сказать, вот, например, сколько сосканировал чек. То есть будет информацию видеть именно о покупках тех, которых люди сканировали чек. Оборот весь не будет видеть, потому что, ну, нужно, ну, мы в здравом смысле понимаем, что все равно 100% клиентов не будет сканировать чек. Это как бы, ну, как бы, это идеальный сценарий, но обычно это невозможно. Поэтому вы будете видеть только тот оборот арендатора, где именно произошло сканирование чека клиента. У меня есть торговый центр, в котором упала посещаемость. Решит наш, ваш инструмент этот вопрос. Если вы будете работать, ну, я точно не знаю причин, давайте все-таки исходить из того, что я не знаю точных причин, почему упала посещаемость торгового центра. Все-таки этот вопрос надо решать в комплексе. Но если, ну, в любом случае вам что-то нужно сделать, и классным будет шагом, что вы начнете оцифровывать клиентов, начнете вводить программу лояльности, вы уже начнете каким-то образом сохранять трафик. То есть программа лояльности вам начнет позволять сохранять тех людей, которые на текущий момент остались в торговом центре. А вторая задача у вас будет, что устроить конкурс на рекомендации, например, чтобы те люди, которые уже ходят в торговом центре, они рекомендовали и другим людям посещение этого торгового центра. И в дальнейшем будет увеличиваться трафик в торговый центр. Поэтому, Ольга, если будет хорошая стратегия работы с применением этих инструментов, то, в принципе, да, это решит вопрос. В Воронеже есть такой бизнес, Дубрава. Работает уже несколько лет. Общался с собственником, у него есть интересное решение с использованием UDS. Хорошо, это не вопрос, это утверждение. Ну, круто, можно всегда с нами списаться с технической поддержкой, и если вдруг необходимо будет созвониться, мы созвонимся. Я, кстати, напомню, как я уже говорил в начале, эта тема работает в том числе и в горнолыжных курортах, и в парках. Потому что мы сейчас начали переговоры с курортами, парками, рассказали им об этой механике, что, например, я приехал в горнолыжный курорт. Ну, для примера, просто говорю для примера, в Розу Хутор. Я приехал в Розу Хутор, посидел в ресторане, у меня есть чек, сосканировал чек, накопились бонусы Розу Хутора. И, соответственно, в дальнейшем я попал в базу Розу Хутора, и Розу Хутор мне отправлять может пушки, акции, там, говорить о том, что у нас открылся новый ресторан, там, можно бонусы потратить на скипас, и так далее, и так далее. И здесь у горнолыжных курортов самый главный интерес именно не свое, почему не свое приложение. Потому что, вот, например, я прокатился, приехал в Розу Хутор, скачал приложение Розу Хутор. Ну, как-то им там пользовался. А потом я уехал обратно себе в Казань. Что я сделал с приложением Розу Хутор? Ну, логично я его удалю, нафига оно мне нужно, потому что в следующий раз я приеду туда, может быть, в следующем только году. Либо я туда вообще приеду через два года. То есть я, как человек, я не знаю, когда я туда вернусь, и, соответственно, я снесу приложение, потому что оно мне нафиг не нужно. Потому что я уже не нахожусь в Розу Хутор. То в случае UDS эта проблема решается. Потому что UDS работает по всему СНГ, по всему миру. И если даже я уеду из Розу Хутор, то в Казани я пользуюсь UDS. Я пользуюсь им в ресторанах, я пользуюсь им в парикмахерских. И, соответственно, а Розу Хутор продолжает мне пушить. Она говорит, слушай, а вообще-то на билеты Победа, там, на авиакомпании есть скидки. Не хочешь ли ты случайно прилететь ко мне и покататься? Я такой, нифига себе, я не знал, что такие скидки на авиабилеты. Блин, может быть, реально сгонять в Сочи в Розу Хутор и покатать? Или там Розу Хутор говорит, слушай, покупай, там, например, перед началом сезона, они могут пропушить людей и сказать, слушай, а у нас сейчас акция на скипасе, бери годовой скипас, скидка там 50% и так далее. Ну, то есть весь маркетинг начинает вообще играть новыми цветами. И вот классно, что UDS это как бы не конкретное приложение курорта, а оно работает как бы везде. И к тому же Розу Хутор может покупать рекламу в UDS и, например, там, в Тюмени, в Казани, в Москве, в Питере, размещать баннеры о том, что у них скипасы уже со скидкой. И то же самое это в парках. То есть есть в городе парк, и для того, чтобы парк посещали больше, чаще, и предприниматели были в нем, которые взяли аренду у этого парка, были довольны, тоже вся эта механика, она запускается. Айрат, а есть фичи, если все арендаторы на UDS, чтобы ТЦ видел их базу? Нет, такой фичи нет. Это как бы, и это не экологично. К тому, что арендаторы своей базой не хотят делиться. Ну, если они собрали свою базу, как бы взять и просто поделиться с ТЦ. Нет, так это не делается. Все-таки ТЦ сам собирает базу, используя ту механику, о которой я рассказал. Какие федеральные арендаторы участвуют уже в UDS? Ой, это и не были они против участия в ТЦ, так как нужно обучать продавцов на кассах, как вы помогаете обучать маркетологу сотрудничеству обучения при покупке лицензии. Альбина. Никого ничего обучать не нужно. Вообще арендаторы, я еще раз напомню, могут быть не в курсе. Ну, отвечу на первый вопрос. Какие арендаторы, ну, просто предприниматели федерально используют UDS? Ну, например, есть Миловица, это магазин нижнего белья. Синабон есть, это кондитерка, да. Что там, барбершопы есть, по-моему, Oldboy или какие там еще. То есть франчези, ну, таких федеральных известных брендов, они приобретают UDS и его используют. Что касается, ну, это как бы вопрос не про ТЦ даже. Что касается ТЦ, вот, например, у вас стоит, я опять еще раз возвращаюсь, стоит магнит в торговом центре. Не надо там никого обучать. Не надо туда приходить, никаких разрешений спрашивать. Они вообще могут быть не в курсе, что это все работает, потому что их это никаким образом не касается. Я прихожу в магнит, совершаю покупку, у меня есть чек, и я его могу в любой момент сосканировать, как человек отдельно взять, сосканировать и накопить бонусы торгового центра. Где здесь арендатор? Нигде. Он в этом процессе никак не участвует. И он от этого не несет никакие расходы, не несет никакие риски. Я и говорю, в утрированной позиции арендаторы могут быть даже не в курсе того, что у вас это работает. Просто главное, чтобы у вас в торговом центре было хорошее брендирование, то есть наклейки, в туалетах, роллапы, экраны, то есть те площади рекламные или размещения, которые у вас доступны в торговом центре, пожалуйста, их используйте, и тогда это будет работать круче. То есть и некоторые арендаторы, они сразу поймут, о чем идет речь, и они будут сами рассказывать своим клиентам о том, что можно здесь сосканировать и этим всем пользоваться. То есть, к счастью для примера, у нас есть там четыре торговых центра, и уже появляются и новые торговые центры, будем запускать, где вот, например, Виктория Плаза, уже арендаторы сами все обучились, сами себя обучили, сами рассказывают своим клиентам о том, что можно сканировать. У них там толпл-тенты стоят. То есть можно распечатать толпл-тенты и сказать, ребята, у нас есть программа о ядерности, можно мы здесь поставим этот толпл-тент, рассказать им механику, если можно, они говорят, да, можно вообще без каких проблем. Берете и ставите. А какие-то арендаторы, они будут это не понимать, ничего страшного. Вы подойдете, можно поставить толпл-тент, они говорят, нет, нельзя, нам ничего не нужно, и так далее. Айрат, подскажи механику, как клиенты обменивают баллы? ТЦ сам их либо покупает, либо берет у арендаторов. Как проходит процесс списания? В зависимости, как проходит процесс списания бонусов? В зависимости от того, на что я могу потратить бонусы. Если, например, я могу потратить бонусы на фудкорт, то есть торговый центр договорился с фудкортом, что до 15% бонусов можно тратить на фудкорте. В этом случае мы подключаемся, делаем у фудкорта определенную техническую интеграцию с их учетными системами, и в дальнейшем это работает автоматически. То есть я прихожу на фудкорт, открываю приложение, показываю туда, как и обычно, я показываю туда QR-код, сейчас я загружаю приложение, показываю туда QR-код, они мне сканируют QR-код, и я в дальнейшем до 15% своим бонусом могу воспользоваться. Если же я, например, торговый центр придумал розыгрыш и обменивают на билеты бонусы, то в этом случае либо это происходит на инфостойке торгового центра, то есть клиент подходит, на инфостойку опять показывает свой QR-код, администратор сканирует и, соответственно, отдает ему билет. Списывается бонус и отдает ему билет. Либо, если билеты эти электронные, то отправляет в виде сообщения уже клиенту электронный билет. Ну то есть тут зависит от того, либо если это история про сертификаты от арендаторов, то торговый центр идет к арендатору и говорит, а ты можешь мне дать сертификат, либо продать сертификат. То есть торговый центр у арендаторов может закупиться, либо получить бесплатно сертификаты и в дальнейшем обменивать их на, ну как бы бонусы обменивать на эти сертификаты. То есть тут списание бонусов зависит от того, а на что я могу списывать. И от этого будет разная механика. Так, пожалуйста, есть ли еще какие-то вопросы? То есть кассиры фудкорта должны быть в курсе, что клиент может иметь право показать код. Да, все верно. Да, конечно. То есть в этом случае фудкорту надо сказать, ребят, ну и как бы и такая договоренность с фудкортом идет, они не могут быть не в курсе. То есть понятно, что надо прийти в фудкорт, сказать, ребят, вам нужна такая история. Фудкорт говорит, да, мне нужна такая история и все, соответственно, она настраивается и запускается. Но в этом случае, да, надо кассиров обучить. На фудкорте могут не все, кстати, согласиться. Бывает такое, что, например, там крошка-картошка не согласилась, а все остальные, а остальные только рады. И поэтому на фудкорте это может работать в каком-то одном заведении, либо работать в пяти заведениях, но может работать и везде. Так, купил в ТЦ в слате капусты 100 килограмм, начислили 1К бонусов, 1000 бонусов. Ну, такое может быть, да. При этом бонусы они могут иметь, ну как сказать, не один к одному с рублем. Мы, конечно, рекомендуем, чтобы бонусы всегда были один к одному с рублем, но можно свой коэффициент ставить, что, например, 1000 бонусов – это билет на конкурс. Или 5000 бонусов – это билет на розыгрыш. Так, купил в ТЦ капусту 100 килограмм, начислились 1000 бонусов. В рамках этих баллов в левес могу потратить бонусы и взять джинсы. Это неправда. Еще раз. Нет, это не так. Сейчас, как бы, хочу другими словами просто объяснить. Это бонусы торгового центра. Вы не сможете прийти с этими бонусами в любой магазин и их потратить. Так нельзя. Бонусы торгового центра и потратить я могу только на то, что решил торговый центр. Сам торговый центр. То есть он, здесь арендаторы, вообще ни при чем. И я могу потратить только на бонус торгового центра. Если вы хотите сделать так, чтобы клиенты имели возможность потратить бонусы в левесе, это надо договориться с левесом. Это надо администратору торгового центра, администрации торгового центра подойти к левесу и сказать, слушай, а можем мы сделать так, что вот ты, например, нам продашь сертификаты какие-то на 500 рублей скидки на джинсы. И потом эти сертификаты от левеса берете и обмениваете их на бонусы клиента. Либо вам левес их бесплатно отдаст ради получения аудитории. И, соответственно, вот так вот. То есть нельзя так взять и, ну, так это не работает. Но с фудкортом, например, можно договориться. С фудкортом можно договориться. При этом все равно будет ограничение, что нельзя бесплатно джинсы забрать. А, например, можно договориться, что в фудкорте тоже они не могут прийти и бесплатно кушать. Фудкорт вряд ли на это согласится. Но можно договориться, что, ребят, давайте там до 10% люди смогут реализовать бонусы. До 10%. То есть скидка максимальная будет 10%. А я говорю, да, вообще никаких проблем. Нам люди нужны. А можно установить UDS-кассиры какому-то арендатору, который в качестве скидки списывает бонусы? Можно. Технически можно. Рекомендую ли я вам это делать? Нет, не рекомендую. Потому что этот кассир может делать все, что угодно. Надо понимать, он берет и проведет транзакцию фейковую на миллион рублей и накопит себе миллион бонусов. Нет, это приложение кассира лучше давать только доверенным лицам. Рогозина Ольга. Я правильно поняла, что вовлекать предпринимателей необходимо. Они должны увидеть ценность нашего продукта. Нет, не обязательно. Еще раз напоминаю о том, что арендаторы вообще могут быть не в курсе, что эта тема работает. И все-таки, если запускать эту программу, то подключать нужно всех. У нас 150. Не нужно никому. Опять, не нужно подключать. Я даже не знаю. Да. Не нужно подключать. Чтобы покупатель мог списать баллы там, где хочет. Нет, не обязательно это делать. Вы не сделайте так. Так вы не сделаете. Это технически будет почти что невозможно. Я уже не говорю про организационное. Арендаторы вам не позволят это все делать. Вы не настроите так. Все отлично работает и без арендаторов. Вот посмотрите на Викторию Плазу. Отличные результаты. Оцифрована база. За два месяца они оцифровали, по-моему, 2,5 тысячи человек. Это круто. 2,5 тысячи человек, они могут теперь дотягивать спокойно по уведомлениям. И это всего лишь за два месяца. Это крутой результат. И это все работает без арендаторов. Арендаторы сами повлекутся в эту историю. Они сами поймут, блин, крутая тема. Люди купят бонусы, кайфуют. То есть людям, смотрите, что важно. В вашем торговом центре появляется теперь уникальное предложение. То есть зачем мне ходить в магнит? Ну, условно говоря, зачем мне в магазин Collins ходить куда-то в другое место, когда я могу прийти в торговый центр, в магазин Collins, по той же цене все купить, но зато я еще получаю бонус от торгового центра. Вот здесь Евгений правильно ответил на вопрос. Сделайте свои товары за баллы от ТЦ. Да, вы можете придумать какие-то подарки от ТЦ. Вы можете мерч придумать от ТЦ. Вы можете сертификаты какие-то придумать от ТЦ, например, на скидку у каких-то арендаторов. И это все обменивать за бонусы. Так, да. Не надо. Еще раз я тезисно скажу, то, что арендаторов вовлекать не обязательно. Они и так потом вовлекутся. Главное, чтобы вы начали с этим работать. Ну, того, чтобы люди имели возможность сканировать чек, копить бонусы, обклеили туалеты, ну, утрированно говоря, и арендаторы сами увидят всю эту историю и сами в эту историю вовлекутся. Просто если вы пойдете сложным путем, пойдете к арендаторам, начнете что-то с ними там договариваться, что-то, ну, там, им что-то сообщать. Они вас не поймут. Потому что людям надо показать, как это работает. А потом они сами вовлекутся. Получается, UDS больше статистику, база большая, чтобы рассылки сделать и так далее. А если хочешь, чтобы везде можно было брать, то да. У всех нужно выкупать сертификаты, а потом же отдавать. Ну, уже за бонусы, да. Ну, в принципе, вот вы рассказали. Как я понял, вы рассказали схему. Можно выкупать эти сертификаты, а можно получать их бесплатно. Если подойти к арендатору и сказать, что ты готов дать, чтобы к тебе пришли новые клиенты, можешь ли ты выпустить сертификаты на 200 рублей с каким-то там процентом на списание, естественно. Ориентаторы вам сами все дадут. Им нужны клиенты. Вы придите в любой бизнес и скажите, нужны тебе новые клиенты? Я скажу, конечно, нужны. Что мне только для этого сделать? Скажи мне, пожалуйста. И вы говорите, сделай сертификат. Мы их обменяем на бонусы, тебе будут новые клиенты. Вообще кайф. То есть даже не всегда нужно выкупать сертификаты. Выкупать сертификаты нужно, если сертификат на большой номинал. Да, на 1000 рублей скидки не каждый арендатор даст скидку просто так. То есть да, в этом случае можно выкупить. Но в принципе арендаторы и так готовы бесплатно давать. Мы сами в этом убедились не один раз. Потому что предприниматели тратят много денег на раскручивание, на рекламу, в том числе раздают эти флэйра и сертификаты на улице для того, чтобы получить хотя бы немного новых клиентов. А тут вы им придете и скажете решение. И я думаю, они будут рады того, что с вами посотрудничаете. Как я вижу, в принципе, больше вопросов нет. Я еще раз напоминаю о ЮКемпе. Это мероприятие пройдет 11-12 апреля. Там много будет про маркетинг. Там будет классное сообщество предпринимателей. Будем знакомиться, обмениваться опытом. Будем коммуницировать, знакомиться, кросс-маркетинг делать. Классное мероприятие. Мы там будем в качестве спикеров также. И будут в том числе и другие классные эксперты. Приглашаю туда сайт you-camp.pro. Либо можете сосканировать этот QR-код и приобрести билет. Еще раз вам сообщаю, билеты оффлайн заканчиваются. Онлайн тоже, в принципе, будут ограничены. Поэтому берите оффлайн, если хотите побывать в Сочи. Либо, если сомневаетесь, какие-то дела, планы. Можете всегда взять онлайн и в любой момент его апгрейдить. Ну, то есть, доплатите и сделайте его уже билетом с посещением. Подскажите, как с вами связаться. Напишите номер телефона или сайт. Теперь, если вы вдруг решили, что вы хотите всю эту историю попробовать. О том, что я рассказал. Первая рекомендация – обратитесь к тому человеку, кто вам рассказал об этом вебинаре. Например, вы увидели вебинар о том, что пройдет вебинар информацию в социальных сетях. Напишите этому человеку в директ, например, в директ или в сообщение. Если вдруг вас человек вживую пригласил на этот вебинар, напишите ему. Вероятнее всего, этот человек – наш партнер. А если вдруг вы где-то просто вообще каким-то чудом узнали еще где-либо, и там нету человека, с кем можно созвониться, кому можно написать в социальных сетях, то оставьте нам, пожалуйста, можете оставить нам заявку на сайте. Зайти на сайт uds.app. Давайте я сайт напишу в сообщение. uds.app Я написал сайт, я думаю, в сообщении отобразится, да. Можете там оставить заявку, и мы вас свяжем уже с менеджером, который вам все объяснит, расскажет, покажет и так далее. Спасибо вам большое, дорогие друзья, что вы были именно со мной вместе онлайн, задавали вопросы, классные вопросы. Спасибо вам большое. Увидимся с вами еще и на других вебинарах и других онлайн мероприятиях. Спасибо вам большое. Отличного вам дня и успехов. Успехов вам во всем. Спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok